— Расскажите о себе, — предложил мистер У-У-У. Капитан откашлялся, слушатели восторженно охали и ахали. Капитан представил своих товарищей, каждый из них произнес коротенькую речь, смущенно принимая громовые овации. Мистер У-У-У похлопал капитана по плечу. — Приятно встретить здесь земляка. Я ведь тоже с земли. — То есть как это? — А вот так. Нас тут много с земли. — Вы с земли? — капитан вытаращил глаза. — Не может этого быть. Вы что, тоже прилетели на ракете? В каком же веке начались космические полеты? В его голосе было разочарование. — Да вы откуда? Из какой страны? — Туиреол. Я перенесся сюда силой духа много лет назад. — Туиреол? — медленно выговорил капитан. — Не знаю такой страны. И что это за сила духа? — Вот мисс Р. Она тоже с земли. Верно, мисс Р? Мисс Р кивнула и как-то странно усмехнулась. — И мистер Ю-Ю-Ю. И мистер Ща-Ща-Ща. И мистер В-В-В. «А я с Юпитера!» — представился один мужчина, приосанившись. «А я с Сатурна!» — вернул другой, хитро поблескивая глазами. Юпитер, Сатурн, бормотал капитан, моргая. Стало очень тихо. Марсиане толпились вокруг космонавтов, сидели за столами, но столы были пустые, банкетом тут и не пахло. Желтые глаза горели, ниже скул залегли глубокие тени. Тут только капитан заметил, что в зале нет окон, свет словно проникал через стены, и только одна дверь. Капитан нахмурился. «Чепуха какая-то! Где находится Твериол? Далеко от Америки?» «Что такое Америка?» «Вы не слышали про Америку? Говорите, что сами из земли, а не знаете Америки?» Мистер УОУ сердито вздернул голову. «Земля, сплошные моря, одни моря, больше ничего. Там нет суши. Я сам оттуда, уж я-то знаю!» «Постойте, капитан отступил назад. Да вы же самый настоящий марсианин!» «Желтые глаза, смуглая кожа!» «Земля, сплошь покрыта джунглями!» «Я из Орри, страны серебряной культуры!» Капитан переводил взгляд с одного лица на другое. «С мистера УОУ на мистера ЮЮЮ, с мистера ЮЮЮ на мистера ЗЗЗ, с мистера ЗЗЗ на мистера ННН, мистера ХАХА, мистера БББ». Он видел, как расширяются и сужаются зрачки их желтых глаз, как их взгляд становится то пристальным, то туманным. Его охватила дрожь, наконец, он повернулся к своим подчиненным и мрачно сказал, вы поняли, что это такое. Что капитан? Это вовсе не торжественная встреча, устало произнес он. И не импровизированный прием, и не банкет, и мы здесь не почетные гости, а они не представители марсианских властей. Посмотрите на их глаза, прислушайтесь к их речам. Космонавты затаяли дыхание. Поблюскивая белками, они медленно обозревали странный зал. Теперь я понимаю, голос капитана доносился, словно издалека. Понимаю, почему все давали нам новые и новые адреса, ссылали кому-нибудь другому, пока мы не встретили мистера И. Ну, а уж он дал точный адрес, а даже ключ, чтобы отперли дверь и захлопнули ее. Вот мы и попали. Куда попали, командир? Плечи капитана поникли. Сумасшедший дом. Наступила ночь. Тишина царила в просторном зале, озаренном тусклым сиянием светильников, скрытых в прозрачных стенах. Четверо землян сидели вокруг деревянного стола и перешептывались, сдвинув уныло поникшие головы. На полу вперемешку спали мужчины и женщины. В темных углах что-то копошилось, одинокие фигуры странно замахивали руками. Каждые полчаса кто-нибудь из космонавтов подходил к серебристой двери и возвращался к столу. Бесполезно, капитан. Мы заперты надежно. Капитан, неужели нас приняли за сумасшедших? Конечно. Вот почему наше появление не вызвало бурных восторгов. Мы для них просто-напросто психически больные, каких здесь много. Он показал нам фигуры спящих. Это же параноики, все до одного. Ну как они нас встретили? Мне даже на минуту показалось, в его глазах вспыхнул огонек и тут же потух, что наконец-то мы дождались торжественной встречи. Эти возгласы, пения, речи. Ведь здорово было, а? Сколько нас продержит здесь, командир? Пока мы не докажем, что мы не психи. Ну это просто. Надеюсь, что так. Вы, кажется, не очень в этом уверены, капитан? Ну да. Поглядите вон в тот угол. Во мраке сидел на корточках мужчина. Из его рта вырвалось голубое пламя, которое приняло форму маленькой ногой женщины. Она плавно парила в воздухе, в дымке кобальтового света, что-то шепча и вздыхая. Капитан мотнул головой в другую сторону. Там стояла женщина, с которой происходили удивительные превращения. Сперва она оказалась заключенной внутри хрустальной колонны, потом стала золотой статуей, потом кедровым посохом и, наконец, обрела свой первоначальный вид. Повсюду в полуношном зале мужчины и женщины манипулировали тонкими языками фиолетового пламени, непрерывно превращаясь, изменяясь, ибо ночь – пора тоски и метаморфоз. «Колдовство! Черная магия!» – прошептал один из землян. «Нет галлюцинаций. Они передают нам свой бред. Так что мы видим их галлюцинации, телепатия, самовнушение и телепатия». «Это тревожит вас, капитан?» «Да! Если галлюцинации кажутся нам, и не только нам всем, такими реальными, если галлюцинации так убедительны и правдоподобны, то неудивительно, что нас приняли за психопатов». «Тот мужчина может делать маленьких женщин из голубого пламени, а вот эта женщина способна превращаться в статую. Вполне естественно для нормального марсианина решить, что ракетный корабль – плод нашей больной фантазии». Из темноты донесся вздох отчаяния. Кругом то вспыхивая, то исчезая, плясали голубые огоньки, изо рта спящих мужчин вылетали чертики из красного песка, женщины превращались в лоснящихся змей, пахло зверьем и рептилиями. Когда настало утро, все казались нормальными, веселыми и здоровыми, никаких бесов, никакого пламени. Капитан со своей командой стоял у серебристой двери в надежде, что она откроется. Мистер Эээй появился часа через четыре. Они подозревали, что он не меньше трех часов простоял за дверью, изучая их, прежде чем войти, подозвать их к себе и провести в свой маленький кабинет. Это был добродушный и улыбающийся мужчина, если верить его маске, на которой была изображена не одна, а три разные улыбки. Впрочем, голос, звучавший из-под маски, явно принадлежал не столь уж улыбчивому психиатру. «Ну, что вас беспокоит?» «Вы считаете нас сумасшедшими, но это не так», — сказал капитан. «Напротив, я вовсе не считаю вас всех сумасшедшими», — психиатр направил на капитана маленькую указку. «Только вас, уважаемый, все остальные вторичные галлюцинации». Капитан хлопнул себя по колену. «Так вот в чем дело, вот почему мистер Иии расхохотался, когда я спросил, надо ли моим товарищам тоже подписать бланки». «Да, мистер Иии рассказал мне об этом», — психиатр хохотнул сквозь извилистую прорезь рта в маске. «Отличная шутка». «Так о чем я говорил?» «Так, вторичные галлюцинации. Ко мне приходят женщины, у которых из ушей лезут змеи. После моего лечения змеи исчезают. «Мы с радостью подвергнемся лечению. Приступайте». «Мистер Иии был озадачен. Поразительно. Мало кто соглашается на лечение. Дело в том, что оно весьма радикально. Ничего, валяйте, лечите. Вы сами убедитесь, что мы все здоровы». «Разрешите сперва посмотреть ваши бумаги? Все ли оформлено для лечения?» Он полистал папку. «Так, видите ли, случаи, подобные вашему, требуют особых методов. У тех, кого вы видели в доме, более легкая форма. Но когда дело заходит так далеко, как у вас, с первичными, вторичными, слуховыми, обонятельными и вкусовыми галлюцинациями в сочетании с мнимыми, осязательными и оптическими восприятиями, то будем говорить на чистоту. Дело обстоит плохо. «Мы вынуждены прибегнуть к эвтаназии». Капитан с ревом вскочил на ноги. «Ну вот что, хватит нам голову морочить. Начинайте, обследуйте нас, стучите молотком по колену, выслушайте сердце, заставьте приседать, задавайте вопросы. Говорите на здоровье». Капитан говорил с жаром целый час. Психиатр слушал невероятно. Задумчиво пробормотал он. «В жизни не слыхал такого детализированного фантастического бреда». «Черт возьми, мы покажем вам наш космический корабль», – взревел капитан. «С удовольствием посмотрю. Вы можете показать его здесь, в этой комнате?» «Конечно, он в вашей картотеке на букву К, мистер И.И.И.» Внимательно посмотрел картотеку, разочарованно щелкнул языком и неторопливо закрыл ящик. «Зачем вам понадобилось сбивать меня с толку? Тут нет никакого космического корабля». «Разумеется, нет, кретин, я пошутил. А теперь скажите, сумасшедшие острят?» Иногда встречаются довольно необычные проявления юмора. «Ладно, ведите меня к своей ракете. Я хочу посмотреть на нее». Был жаркий полдень, когда они пришли к ракете. «Так», – психиатр подошел к кораблю и постучал по корпусу. Звон был мягкий, густой. «Можно войти вовнутрь?» – спросил он с хитрецой. «Входите». Мистер И.И.И. вошел в корабль и застрял там. «Всякое бывало в моей грешной жизни, но такого!» Капитан ждал, жуя сигару. «Больше всего на свете мне хочется улететь домой и сказать, чтобы больше не связывались с этим Марсом. Более подозрительных пентюхов!» «Сдается мне командир?» «Здесь вообще каждый второй ненормальный. Не мудрено, что они такие недоверчивы. Все равно мне это осточертело». Полчаса психиатр копался, щупал, выстукивал, слушал, нюхал, пробовал на вкус. Наконец он вышел из корабля. «Теперь-то вы убедились?» – крикнул капитан, словно глухой. Психиатр закрыл глаза и почесал нос. «Это самый поразительный пример мнимого восприятия и гипнотического внушения, с каким я когда-либо сталкивался. Я посмотрел вашу так называемую ракету». Он постучал пальцем по корпусу. «Я ее слышу!» Слуховая иллюзия. Он втянул носом в воздух. «Я ее обоняю!» – обонятельная галлюцинация, наведенная телепатической передачей чувств. Он поцеловал обшивку ракеты. «Я ощущаю ее вкус!» – вкусовая иллюзия. Он пожал руку капитана. «Разрешите поздравить вас? Вы психопатический гений!» Это просто верх совершенства. Ваша способность телепатическим путем проецировать свои психопатические фантазии на сознание других субъектов при полной сохранности силы восприятия поразительно, невероятно. Остальные наши пациенты обычно концентрируются на зрительных галлюцинациях. В лучшем случае в сочетании со слуховыми. Вы же справляетесь со всем комплексом. Ваше безумие совершенно до изумления. «Мое безумие?» Капитан побледнел. «Да-да, великолепное безумие! Металл, резина, гравиаторы, пища, одежда, горючее оружие, трапы, гайки, болты, ложки. Я проверил множество предметов. В жизни не видел такой сложной картины. Даже тени под койками! Подо всем такая концентрация воли! И все, все, сколько я не проверял, можно пощупать, понюхать, послушать, попробовать на вкус. Позвольте мне вас обнять! Наконец он оторвался от капитана. «Я напишу об этом монографию. Она будет лучшей моей работой. В следующем месяце прочту доклад в Марсианской академии наук. Одна ваша внешность чего стоит? Вы ухитрились изменить даже цвет глаз. Вместо желтого – голубой. И кожа у вас не смуглая, а розовая. А этот костюм и пять пальцев на руках вместо шести? Подумать только! Полная биологическая метаморфоза под влиянием отклонений в психике. Да еще ваши три приятеля!» Он достал маленький пистолет. «Вы, конечно, не излечимы. Несчастный вы, удивительный человек. Только смерть принесет вам избавление. Хотите сказать что-нибудь напоследок? Стойте! Ради Бога! Стойте! Не стреляйте!» «Бедняга! Я исцелю вас от страданий, которые заставили вас вообразить эту ракету и этих троих людей. Захватывающее будет зрелище! Я убиваю вас, и мгновенно исчезают и ваши друзья, и ваша ракета! Ах, какую статейку я напишу по сегодняшним наблюдениям! Распад невротических иллюзий!» «Я с земли! Меня зовут Джонатан Уильямс!» «Поэтик!» «Знаю, знаю!» «Ласково!» — сказал мистер И-И-И и выстрелил. Капитан упал с пулей в сердце. Его товарищи закричали. Мистер И-И-И вытаращил глаза. «Вы продолжаете существовать?» «Это бесподобно!» «Галлюцинации с персистенцией во времени и пространстве!» Он направил на них пистолет. «Ничего, я вас заставлю исчезнуть!» «Нет!» — крикнули космонавты. Слуховая иллюзия! Даже после смерти больного деловито отметил мистер И-И-И, убивая одного за другим всех троих. Они неподвижно лежали на песке, нисколько не изменившись. Он толкнул их ногой. Потом постучал по корпусу ракеты. Она не пропала. Они не исчезли. Он снова и снова стрелял в безжизненные тела. Потом отступил назад. Маска с застывшей улыбкой упала ему под ноги. Выражение лица психиатра медленно изменялось. Нижняя челюсть отвисла. Пистолет выпал из ослабевшей руки. Взгляд его стал пустым, отсутствующим. Он вскинул руки вверх и повернулся кругом, точно слепой. Он щупал мертвые тела, то и дело сглатывая слюну. Галлюцинации, лихорадочно бормотал он. Вкус, зрительные образы, запах, звук, ощущения. Он махал руками, выпучив глаза. На губах выступила пена. «Сгиньте!» Завопил мистер И-ы-ы, обращаясь к убитым. «Сгинь!» Крикнул он ракете. Он посмотрел на свои дрожащие руки. «Заразился!» Прошептал он в отчаянии. «Перешло ко мне!» «Телепатия!» «Гипноз!» «Теперь и я безумен!» «Все виды мнимых восприятий!» На секунду он замер, потом стал непослушными пальцами искать пистолет. Осталось только одно средство. Единственный способ заставить их сгинуть, исчезнуть. Раздался выстрел. Мистер И-ы-ы упал. Под лучами солнца лежали четыре тела. Тут же рядом лежал мистер И-ы-ы. Ракета стояла, покосившись, на залитом солнцем при горке. Никуда не исчезая. Когда на закате горожане нашли ракету, они долго ломали себе голову. Что это такое? Никто не отгадал. Ракету продали старьевщику, который увез и разобрал ее на утиль. Всю ночь напролет шел дождь. На следующий день было ясно и тепло. Конец рассказа.